Здравствуйте. У нас сегодня такой трудный день получился. Очень много пожаров, причем некоторые из них, по сути, с катастрофическими последствиями. Сейчас правительство по моему поручению работает в разных регионах. Премьер находится в Нижегородской области. Я еще с ним на связь выдал, он доложит мне о ситуации. Я хотел бы сначала переговорить с министром регионального развития, потому что помимо, собственно, ликвидации последствий, сейчас на это направлены действия МЧС, и, надеюсь, здесь корректив не нужен. То, что произошло в Нижегородской области, безусловно, создаст проблемы. Проблемы, связанные с необходимостью обеспечить очень большое количество людей жильем. И я сам когда-то принимал участие в ликвидации подобных последствий после землетрясения. Я знаю, насколько медленно этот процесс раскручивается у нас. А лето, несмотря на то, что оно очень жаркое в этом году, аномально жаркое, и с этим связаны пожары, это стихия действительно, оно все равно рано или поздно закончится. И, как в нашей стране случается, мы врастем в зиму, причем холодную. Надо так наладить работу, чтобы мы могли при соответствующем выделении финансов достаточно быстро построить хотя бы временное жилье. Или же сразу же приступить к строительству жилья постоянного. Средства на эти деньги и правительство Российской Федерации, и правительство, руководство, соответственно, из бюджета Нижегородской области должно зарезервировать. Я хотел понять, как вы собираетесь этот процесс, Виктор Федорович, организовывать. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, в настоящее время во все пострадавшие регионы выехали специалисты Министерства регионального развития. Совместно с МЧС и с регионами мы сегодня смотрим, изучаем ситуацию, анализируем все, что произошло. Мы уже по поручению председателя правительства проговорили с Министерством финансов, примерно определились по объему финансирования. Я скажу, что по нашим данным, средняя площадь одного пострадавшего дома равняется от 80 до 100 квадратных метров. То есть, в целом, мы сегодня, наши граждане потеряли порядка 150 тысяч квадратных метров жилья. Наша задача сегодня там совместно с... Виктор Федорович, по всем территориям, где пожалуйста. Пока по всем. Да, пока по всем. Значит, мы продолжаем эту ситуацию тоже мониторить, потому что я думаю, что это не окончательные данные. Вот наша задача сейчас посмотреть по всем населенным пунктам возможность восстановления инфраструктуры. Я имею в виду коммунальные инфраструктуры. Это водоснабжение, газоснабжение. Значит, возможность восстановить здесь жилье на этом месте. Значит, и задача сегодня непростая. Мы смотрим, как мобилизовать сегодня строительный комплекс. Мы уже сейчас изучили наши мощности строительные по созданию быстровозводимого жилья. Порядка 36 производств сегодня есть в этих регионах. Шесть регионов мы отмониторили. Практически от трех до восьми предприятий, которые производят быстровозводимое жилье, в регионах есть. Но мы можем так чуть-чуть пошире посмотреть географию, чтобы была возможность завести дополнительные, допустим, объемы строительства. Восстанавливать будем метр в метр. Есть немного жилья, много квартирного по двум пока регионам. Небольшие дома, четырех-восьмиквартирные. Значит, тоже будем восстанавливать. Здесь, может быть, другие технологии какие-то будем применять. Значит, жилье будет типовое, в основном типовое, быстровозводимое. Могут быть отклонения на несколько квадратных метров от того жилья, которое занимали граждане до этого. Значит, будем изыскивать все возможности, если даже было неблагоположное жилье. Значит, если есть возможность подсоединения к инженерной инфраструктуре, будем это жилье благоустраивать параллельно. Понятно. Виктор Федорович, по каким нормативам Вы собираетесь закладывать деньги на стройку? Значит, норматив, не превышающий тот, который установлен Минрегионом, в крайнем случае не более 30 тысяч за квадратный метр. Вот у нас есть данные, что те производители, которых мы сейчас промониторили по быстровозводимому жилью, они предлагают сегодня строительство, ну, самой коробки имеется в виду, без инфраструктуры, от 16,5 до 19,5 тысяч максимально. Понятно. То есть Вы считаете, что этих денег хватит? Вот тех, что по нормативу есть для строительства. А что по срокам? По срокам здесь получается, что мы можем все эти объемы, ну, может быть, не к началу зимы, но до конца года все это восстановить. До конца года текущего? Этого текущего, да. Значит, ну, если это будет таким образом осуществляться, то есть, ну, у нас не так много, действительно, времени остается, здесь, по сути, 5 месяцев, тогда нужно думать что-то по временному жилью. Это, конечно, обязанность регионов, обязанность руководителей субъектов федерации, но здесь нужно посмотреть и на федеральные возможности, и на федеральные фонды, которые существуют, жилые, я имею в виду. Обязательно предусмотрим, Дмитрий Анатольевич, это. Здесь тогда, давайте так, договоримся, нужно будет подготовить отдельную программу по каждому региону, который пострадал от пожара, как в части временного заселения людей, которые лишились крова, так и в части, естественно, быстрого строительства жилья из современных качественных материалов, но по быстро возводимым технологиям, вот так, как Вы говорите. В рамках того финансирования, которое предусмотрено. Значит, если потребуется дополнительное финансирование, соответствующие указания, я готов правительству дать. Договорились. Значит, теперь, пожалуйста, Татьяну Алексеевну Голикову подключите. Добрый день, Дмитрия Анатольевич. Да, Татьяна Алексеевна, добрый день. Несколько слов по Вашей линии. Там у нас, к сожалению, в ходе пожаров есть и погибшие, и необходимо обеспечить соответствующие компенсации семьям погибших. Есть и пострадавшие. Их точное число сейчас уточняется, хотя пожарные работают очень активно и работают, не жалея себя. У нас, к сожалению, и среди пожарных есть погибшие. Тем не менее, явно есть и пострадавшие. Нужно предпринять все необходимое, все решения выпустить, которые касаются больных и тех, кто отравился, кто там может быть угарным газом, просто пострадал от ожогов, потому что такие люди в разных местах есть. Ну и отдельная проблема, насколько я понимаю, может быть связана с тем, что значительное число людей лишилось своего жилья. Мы вынуждены будем их расселить в разные места, временно как минимум. Ну и там должна быть нормальная санитарно-эпидемиологическая обстановка, там должен быть врач, потому что это психологический стресс огромный. Ну и действительно, в какой-то ситуации может быть и отсутствие тех удобств, которые были у людей, с тем, чтобы нам не выпустить ситуацию в медицинском и санитарно-эпидемиологическом плане из-под контроля. Как дела там? Да, Дмитрий Анатольевич, мы как ведомство входим в штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы также совместно с ними отслеживаем ситуацию, которая складывается во всех регионах. Конечно, на сегодняшний день нам представляется, что самая тревожная ситуация, в том числе по тем позициям, о которых вы сказали, в Воронежской области. И здесь я хотела сказать, что у нас в принципе схема взаимодействия и с Министерством по чрезвычайным ситуациям, и с регионами, она отлаженная по медицинскому оказанию помощи, но тем не менее мы при необходимости готовы эвакуировать и в центральные города больных, если в этом будет необходимость. Койки у нас резервные, которые в чрезвычайных ситуациях используются, всегда готовы. Но в порядке информации хочу вам сказать, что по нашим данным, в Воронежской области в лечебные учреждения было госпитализировано 439 человек. Значит, на сегодняшний момент выписано 377, 43 находятся в лечебных учреждениях и в общем в тяжелом состоянии. Если на это будет необходимость, чтобы им либо туда прислать специалистов для корректировки лечения, либо для того, чтобы больных перевезти сюда, и мы, и Министерство по чрезвычайным ситуациям, я думаю, традиционно мы работаем совместно по этим направлениям, мы готовы. Что касается помещений, то у меня здесь мы, естественно, как ответственный федеральный орган, свои меры предпримем, но у меня здесь и обращение к регионам Российской Федерации, в тех местах, где временно размещаются люди, покинувшие места своего проживания в связи с этой ситуацией, просьба обеспечивать просто необходимыми продуктами питания, водой, лекарствами и обеспечивать санэпид-режим, хотя я понимаю, что быстро это сделать, наверное, достаточно сложно, но, тем не менее, мы соответствующие рекомендации по этому поводу регионам дадим. – Ладно, спасибо, спасибо, Татьяна Алексеевна, значит, тогда занимайтесь всем этим, потому что ситуация очень сложная, я сегодня разговаривал, естественно, со всеми, кто принимает участие в мероприятиях по ликвидации последствий, с министром по чрезвычайным ситуациям и с губернаторами, он с премьером разговаривал. Ну, в общем, надо признаться откровенно, это стихийное бедствие, и оно может случиться и в других регионах. Конечно, нужно предпринимать все профилактические меры, но, в общем, это не в полной мере в любой ситуации зависит от человека и от наших возможностей. Поэтому нужно быть готовыми провести все необходимые совещания, все необходимые видеоконференции с руководителями регионов и дать им соответствующие инструкции. Договорились? Спасибо. Продолжение следует...